День игры я никогда никому не открываю телефона, потому что даже, может быть, я и супруга моя, и все знают, что даже будет какой-то, не знаю, форс-мажор я все равно не открою, потому что я хочу сосредоточиться на игру. Но проблема была другая, я больше звоню докторам, потому что у нас Копанин болел, у нас с Ганей к этому не было все ясно, потому что сейчас не знаем, что у него перелом кисти, он играл с переломом. И мне, и тренеру очень хотелось, чтобы я был на паркете, так что я просто забыл про травмы. Мы знали, что это важный матч, но готовились к нему как любому другому. Сегодня мы добавили самоотдачи, потому что знали, что иначе этот матч будет последним, но это скорее заводило. Одинаковое расписание. Главное, выспаться, поесть хорошо, и много не надо думать об игре, поэтому, как обычный день, поэтому все так и сделал. Такого слова у нас проиграть нету. С такими мыслями мы ехали во все четвертьфиналь и полуфинал. Ну, с Баней там не получилось нам выиграть, но было рядом. Да, но это одно очко, как оказалось нам, было такое, минус одно очко было выигрышного для общего счета. Этот матч мог закончиться даже в ничью, но тогда подмосковный клуб остался бы без путевки в финал. Формат турнира предполагает победителя по сумме двух встреч, и в первой Химке уступили в Бандерме с разницей в одно очко. По традиции, болельщики «Желто-синих» стоя ждали первые набранные очки своей команды. Давняя традиция требует уважения. Вот только на этот раз нападение «Химок» дало сбой. Центровой «Химок» Пол Дэвис хоть и распечатал кольцо соперника, но проиграл стартовый отрезок оппоненту Чаку Дэвису и отправился на скамейку. Замена на Руслана Потеева сработала, «Химки» отправились в погоню, вновь блеснула реактивностью Тарис Райс. Лучший игрок финала четырех прошлой Евролиги каждым своим движением доказывает, как он хочет вернуться в вылетный турнир. Американец забивал сам, раздавал передачи одна лучше другой и словно не замечал защитников. Решить все одному без команды невозможно, так что хватит говорить о том, что сделал я. Для победы был важен вклад каждого из нас. В защите мы отыграли правильно, но они забили много сложных бросков. Зато мы тоже забивали, когда было нужно. Это позволяло удерживать отрыв, который помог в концовке. Тренер готовил нас как к финалу, ведь если бы мы проиграли, то все предыдущие усилия оказались тщетными. Поэтому боролись за каждый спорный мяч, выкладывались в защите, и если нужно подстраховать, старались успеть. Мы делали хорошие работы сегодня. Комфортную разницу в плюс 13 химки растеряли мгновенно. Разошелся лучший игрок турнира прошлого сезона Эрл Роуланд. Добавил жары экс-армиец Сэмми Мехия. Семь их бросков из десяти достигли цели. Наступление Бандвита остановили Сергей Моня и Егор Ляйцев, выдав шикарный отрезок в защите и трехочковую точность нападения. На последней минуте Бандвит отправился на последний штурм, но покорить Московскую область не вышло. Химки добились победы с разницей в 4 очка и отправились в финал турнира. Там не хватает ротации, эти все ошибки в конце таких мастеров, как Райса и на дриблинге, которые... Это чисто последствия усталости, потому что теряешь концентрацию, теряешь еще в техническом плане, потому что тяжело 40 минут играть на максимуме на полуфинале Еврокубка. Это не просто матч какой-то с рядовой командой, это с хорошей командой. Да, высказывается, вот почему это ротация иногда. Зрители, специалисты, что там во первой, второй четверти меняют игрока, который там забил, не забил. Потому и меняем, чтобы была ротация, чтобы эти игроки пришли свежими в четвертой четверти. Самые нужные последние пять минут. Вот вот здесь, да, вот ты забегаешь вперед с событиями, и ты делаешь эти замены первой, второй четверти. Но сегодня мне просто не было, кого менять. Вот я в концовке хотел две минуты до конца выпустить вместо Вяльцева, выпустить Копани, но просто не смог встать со скамейки. И мне тогда пришлось опять Ганек это бросать. Дома мы играем с удовольной энергией. И сегодня мы доказали, что как бы, в принципе, за исключением последних 30 секунд было преимущество. У нас плюс 10, плюс 11, комфортная, я думаю, разница. Им нужно было нервничать, как бы форсировать игру, перехватывать. Это просто, я считаю, что какое-то секундное расслабление. И они просто нас достали и забили два-три пачка броска. Я думаю, что мы уже, наверное, расслабились, думали, что все, уже игра решена, и они опустят руки. Но здесь, в такой игре, из-за таких позиций, никто не опускает руки, все борются до конца, до последней секунды. Это была битва двух сильных команд. Сложно сказать, где конкретно мы были лучше. Когда нужно было отзащищаться, мы отбивались. За счет этого создали неплохой отрыв, который помог сдержать их. Думаю, в начале четвертой четверти, когда мы отодвинули их на 10-12 очков, вот это был ключевой момент, который сказался в конце. Мы прошли в финал, это очень важно для нас, для наших болельщиков. Мы долго к этому шли, я думаю, что в финале все решится. И хорошо, что мы снова, наверное, играем последнюю игру у нас. И у нас будет преимущество своей площадки полностью сконцентрироваться, верить, во-первых, в свои силы, в команду свою, и выходить, играть свою игру. Не надо ничего придумывать, там, сверхъестественно, хотя финал, не финал, как и разница. Нужно играть свою игру всегда, игнуть свою линию, выполнять установки тренера, и я думаю, что у нас все получится. Была бы мысль просто, что мы должны играть в финале. Будем играть, и рад, что есть время для того, чтобы подготовиться, чтобы игроки залечили там свои болячки полно. Если будем все здоровы, то, я думаю, у нас хорошие шансы выбрать этот кубок. Сейчас, думаю, от нашего зависит, если мы все подойдем в хорошем физическом состоянии, то, я думаю, нам по силам надо играть. Здесь остались только команды калибра Евролиги. Все полуфиналисты Кубка Европы соответствуют этому уровню. Так что и эта игра, и тем более финал, это все равно, что Евролига. Все понимают важность этого матча, поэтому, думаю, никто настраивать особо никого не надо, все поймут, что это не каждый день играешь в финале, поэтому весь сезон все-таки к этому стремились, отдали столько сил, эмоций, здоровья, столько поездок, тренировок, игр, и чтобы просто так даться и проиграть финал, поэтому нет, все будут биться, понимать, какой это важный матч, поэтому может у кого-то это будет последний финал вообще, может, кто-то не выиграет вообще этот кубок, поэтому надо все силы отдать. В финале второго по значимости турнира компанию «Химком» составит Гран-Канария. Испанская сенсация остановила казанский «Уникс» и не позволила впервые в истории увидеть российский финал турнира. Самое время напомнить, что Римос Куртинатис уже дважды выигрывал этот трофей и готовится пополнить коллекцию. И обойти Евгения Пашутина, главный тренер сборной России и «Уникса», упустил возможность бороться за свой третий кубок. Так, у нас судьба уже свела с молодежных сборных, я тренировал литовские, а он тренировал российские. Ну, я с уважением отношусь к нему и слежу за его результатами, и он молодец, он выиграл два кубка, я выиграл два кубка, и мы так шутку говорили, было бы неплохо встретиться в финале, и тогда выяснить, как я говорю, кто есть, кто. Редактор субтитров А.Семкин